Всем привет! Я знаю, что вы сейчас думаете. Во-первых, какого чёрта это бьюти-видео? А во-вторых, что с моими губами? Я знаю, что аудитория, которая сложилась у меня сейчас, она, ну, абсолютно не бьюти, так скажем. И я на 100% понимаю, что если я буду выкидывать какие-то, ну, супер не в тему видео, как, например, сейчас, то аудитория просто может разбежаться, потому что люди подписываются за другим. Но хочу сказать, что мой канал никогда не был специализирован только на технике или на приложениях, потому что мои интересы, в конце концов, намного шире, чем техника или влогер. И, соответственно, я хочу, чтобы и сегменты на моем канале были такие же разные, как и вещи, которыми я интересуюсь. Поэтому, если ты подписался смотреть приложения, то, естественно, они никуда не пропадут. Но я бы просто очень хотела расширять тематику канала, и я бы хотела, чтобы мои зрители были также разносторонними, и чтобы мы с вами могли общаться на разные темы. Я всегда считала, что обзоры на YouTube и какие-то бьюти-видеопродукты – это всегда очень полезные и интересные видео. Но согласитесь, я думаю, что вы не раз видели бьюти-блог, который смотрится немного нелепо и, может быть, даже смешно. И я считаю, что это одна из проблем этого сегмента на YouTube, потому что бьюти-видео, они, да, полезные, но иногда их исполнение, ну... Я считаю, что такие видео, как бьюти-фавориты или что-то подобное, могут быть выполнены качественно, современно. Поэтому сейчас я себя пробую в бьюти-сфере. Мне будет очень приятно, если вы останетесь со мной, если вам будет интересно меня послушать. Давайте начинать. Сейчас я хочу с вами поделиться моими самыми любимыми продуктами за 2015 год. И первый продукт, о котором я хочу с вами поговорить – это расчески Tangle Teaser. У меня их две штучки. Одна в таком более домашнем формате, я бы сказала, крупная. А вторая поменьше – travel size, чтобы брать с собой. Я могу сказать, что, во-первых, это, конечно же, очень необычное и забавное решение для расчески для волос. И также она действительно аккуратно расчесывает волосы. И я могу сказать, что я даже фактически ее не чувствую, когда я расчесываюсь. Она абсолютно не раздражает кожу головы, очень деликатно расчесывает запутавшиеся волосы. Так что да, лично мне ей очень приятно пользоваться и советую вам попробовать. Далее просто мой супер-супер фаворит – это вот такая палетка теней от MAC. Называется она Warm Neutral. Да, конечно, это очень дорогой бьюти-продукт, но я думаю, что вы бы 100% не пожалели. Потому что здесь у вас есть 15 оттенков, с помощью которых можно создать, на мой взгляд, абсолютно любой макияж. От какого-то no makeup makeup до чего-то очень яркого и dramatic на особый случай. И я могу сказать, что, конечно, эти тени стойкие, то есть они 100% будут держаться на вас весь день. Да, я думаю, что это мой фаворит на долгие годы, потому что я даже не знаю, сколько мне времени потребуется, чтобы использовать всю эту палетку. Едем дальше, и у нас румяна от MAC. Да, MAC – это мой любимый бренд косметики. Извиняюсь, что эти немного запачкавшиеся, потому что они довольно давно со мной. Что ж, я просто обожаю эти два оттенка, потому что, во-первых, они очень естественно выглядят и придают вашему лицу здоровый вид. Также, конечно же, они очень стойкие, я могу быть уверена, что они продержатся на мне весь день. И я хочу сказать, что вне зависимости от того, какую кисть вы используете, финальный результат получается очень натуральным. То есть они довольно хорошо растушевываются и выглядят естественно. Однозначно вы не пожалеете, и это хорошее вложение. И еще один продукт от MAC – это механический карандаш для бровей. Да, конечно, он немного отличается от привычного вам формата карандашей, но его плюсы в том, что у вас будет очень точное, аккуратное нанесение. Так как здесь тоненький стержень, ну и сам карандаш выполнен очень аккуратно, что удобно при использовании. Вновь хочу отметить, что он очень стойкий, но я бы вам советовала его использовать, наверное, в паре с расческой для бровей, чтобы равномерно распределять продукт по бровям. Далее я хочу вам рассказать о BB-креме от The Body Shop, называется All-in-One. И это очень интересный BB-крем, потому что сначала, когда вы его наносите, то он выглядит как какой-то белый крем. Потом, когда вы начинаете распределять продукт по лицу, то он как бы подстраивается под ваш тон кожи. Но, конечно, у этого BB-крема есть определенные оттенки, так что в магазине обязательно проверьте, какой он подходит. В результате у вас получается очень естественный тон, и я думаю, что никто бы даже не сказал, что у вас на лице что-то есть. BB-крем придает очень здоровый вид лицу, но минус его в том, что он абсолютно не скрывает никакие недостатки на вашей коже. У меня кожа довольно проблемная сейчас, поэтому если я его использую, то в паре с BB-кремом, который я наношу отдельно на проблемные участки, ну и также еще сверху можно пудру нанести. И тогда у вас получится довольно легкий тон на каждый день. Также советую его наносить на хорошо увлажненное лицо, а может быть даже слегка влажными пальцами. Теперь поговорим об уходе за собой. У меня здесь есть мицеллярная вода, и я хочу сказать, что вы можете ее использовать фактически для чего угодно. Мне очень нравится ей снимать макияж, мне нравится ей увлажнять кожу перед нанесением макияжа. Мне нравится просто ей как-то освежать лицо. И, например, для снятия макияжа эта вода намного приятнее, чем какие-либо специальные средства, потому что она, ну, намного нежнее снимет ваш макияж и оставит приятные ощущения ухоженной, гладкой и мягкой кожи. Я пользовалась мицеллярной водой от Garnier и от Nivea. Могу сказать, что Nivea мне понравилась немножко больше, потому что она как-то даже еще нежнее, чем эта, на мой взгляд. А сейчас фаворит уже, наверное, многих лет — это розовая вода. Конкретно этот продукт, он из Болгарии. И Болгария — это страна роз, и там очень развито производство косметики или вообще чего угодно с использованием роз. Если вы путешествуете в Болгарию, то 100% купите просто розовую воду в формате спрея, либо просто бутылочки. И это будет прекрасный продукт, который вы можете вносить на все тело, чтобы увлажниться или как-то освежиться. Ну и к тому же розовая вода имеет, ну, очень приятный запах. Ну и плюс в Болгарии косметика с использованием роз обойдется вам очень-очень дешево. И последний продукт, которым я хочу с вами поделиться, это Baby Lips от Maybelline. И это отличный бальзам для губ, фишка которого, во-первых, в том, что он имеет очень приятный запах. Например, маракуя или вишни. Также, согласитесь, они очень симпатично выглядят. Ну и самое классное, что они придают вашим губам оттенок. Ну и, естественно, они просто очень хорошо ухаживают за вашими губами. Это просто маст на каждый день, например, на учебу. Вы его наносите, вы как бы ухаживаете за своими губами, но еще и придаете им какой-либо оттенок. Ну и самое приятное, что вы их можете купить по очень доступной цене. Сейчас, наверное, один такой стоит рублей 80. На этом сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте оставить свое мнение внизу в комментариях. Поддержи меня пальцем вверх, если в будущем ты хочешь видеть еще бьюти-видео. И у меня к вам задание. Напиши внизу в комментариях свой самый-самый главный фаворит 2015 года. И, как всегда, желаю всем просто вот такого настроения. Скоро увидимся. Всем пока. Я обязательно с собой беру одну штучку в школу. В школу? Я в университете уже два года. Алло. Я обязательно с собой беру один бальзам в школу. Да почему в школу? Да как я беру ту 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 ту